Всем привет! 3 октября солнышко выглянуло. Вчера дождик шел, а сегодня прям замечательно. И я все еще в Топсе. И сегодня посещаю скалу Киселева, местная достопримечательность. Так она названа в честь художника Киселева, который писал местные пейзажи. Ну, поскольку вот поворот на нее, это место туристическое, здесь ульи установлены и мед продают. Многочисленным туристам, которые в сезон здесь бывают, а сейчас, в общем-то, ранний час и народу не вижу я. На маршрутке долго поднимались в гору по серпантинчику, но теперь мне придется спуститься, потому что скала, она опускается прямо в море. Это территория лесопарка Кадош. Правильно, надеюсь, я произнес название Кадош или Кадош. Все-таки, мне кажется, Кадош. И эта территория охраняется государством. Здесь, кстати, люди останавливаются в палатках и вот в кемперах. А наверху стоят люди, отдыхают. Место неплохое, но сюда есть подъезд на машинах и с другой стороны, с другой точки зрения, это не очень хорошо. Здесь потрясающая атмосфера, потрясающий воздух, чистейший, наполненный запахами различных растений, которые здесь произрастают. Офигенно вообще, очень мне нравится. Место, проезжаемое машинами. Это и хорошо, и плохо. Для тех, кто едет на машинах, хорошо. Для тех, кто стоит с палатками, не очень. Кажется, основной кемпинг все-таки дальше. И вот машины туда-сюда и ездят. Сейчас люди уже собираются на зимние квартиры, вывозят вещи. Здесь к дубам присоединяются, так скажем, условно присоединяются еще сосны. И потрясающий запах получается в итоге. Плюс с моря свои запахи приходят. В общем, место козырное, конечно же. Здесь вот даже туалет есть, но я подозреваю, что он достаточно нечистый, так скажем. Ну, а я вышел на самый пятачок. А скала, наверное, ниже. Вот тут люди располагаются с палатками. Видно остатки лагерей. Но, в общем-то, уже никого нет. А это, по-моему, приехали просто на день. Ну, вот, внизу море. Шикарный вид сегодня. Ясная погода. Замечательно. И дубы-колдуны. Ну, не злые колдуны. Скорее, добрые волшебники. Скала, насколько я понимаю, вот там. Там вот она. Но через деревья ее не видно, поэтому нужно будет спуститься к морю. Ну что ж, за этим я сюда и приехал. Здесь не так уж и высоко. Мой высотомер показывает 60 метров. Две девятиэтажки. Здесь высота. Спущусь. Вот эти сосенки прямо в ряд сидят. Видимо, здесь подсаживали их для того, чтобы либерег не обрушивался. Или с какими-то другими целями. И обозначить дорогу именно. Дорога для машин. Ну, для внедорожников разве что. Лучше спускаться пешком. Сегодня подсохнет. И я, скорее всего, перемещусь из комнаты, которую я снимаю, за 250 рублей, где бешеные деньги, перемещусь в палатку на берег моря. Как раз в второй половине дня я это совершу. Здесь была чья-то стоянка. Люди приезжают здесь и живут целое лето. Но здесь вот, в отличие от того места, куда я собираюсь, с водой, наверное, похуже. Хотя ведь я не знаю всех особенностей. Может быть, там где-то в низине как раз речка течет. Да, вот мусор поленились с собой увезти. Не делайте так, люди. Это свинство. Вот здесь уже немного видно скалок. Очень красивые, живописные и спокойные здесь места. Ну, по крайней мере, сейчас, когда сезон закончился, одно наслаждение находиться. Субтропический лес. Классно. Но я буду спускаться ниже к морю. Запах потрясающий, очень непередаваемый. Он вот такой микс различных запахов. С сосновым, морским и запахом субтропического леса. Вообще классно. Дышал бы и дышал выход скальных пород. Вот так, видимо, можно подняться на саму скалу. Наверное, я сейчас сначала поднимусь на скалу, а потом спущусь и сниму ее снизу. Здесь немного скользко после дождя, но осторожно можно пройти. Камни. У меня все еще болит нога. И мне приходится особо быть осторожным, чтобы не наступить к больным местам. Ну, прямо подобие ступенек даже. Есть несколько выходов на обзорные площадки. Мы вот видим, внизу люди стоят с палатками тоже. Но мне нужно подняться еще повыше. Ну, и вот я буквально на скале, на этом утесе. Но попробую пройти еще подальше, что будет. Здесь тоже люди останавливаются лагерями, живут в палатках. Вот видны остатки лагеря. И вот самая вершина скалы. Вот здесь остатки костра. Склоны скалы поросли деревьям, и сквозь них не очень-то видно море. Но, может быть, где-нибудь есть выход. Вот есть в эту сторону выход. И можно полюбоваться с вершины вечным морем. Вот здесь хорошо. Какой цвет потрясающий сегодня. По побережью сюда дойти можно, но трудно. Потому что море подступает под обрыв. И большую часть пути идти только по морю, а там камни и все такое. Поэтому лучше доехать на 18-м автобусе. Продолжение следует. Ну что ж, насладившись видом с вершины скалы, теперь буду спускаться к ее подножью. Она сама по себе очень живописна и требует, чтобы ее сняли полностью. Можно спуститься здесь. Спуск такой экстремальный. Здесь проложена даже веревка для того, чтобы легче спускаться, подниматься. Но сейчас скользко, и я на свою ногу что-то не очень-то рассчитываю. Хотя посмотрим. Я сейчас спущусь вот этим путем. Здесь, кажется, мне более спокойно можно спуститься. Все-таки с больной ногой спускаться по крутому спуску не очень хорошо для меня. Пойду вот здесь. Посмотрим, куда ведет эта тропа. Здесь тоже довольно скользко после дождей и опасно. Поэтому я снимать пока что не буду, а сосредоточусь на спуске. Такие, прямо-таки, естественные каменные ступени. Как будто здесь когда-то была лестница. Ну, фантазия может всякого подсказать. А сейчас здесь спускаться не очень комфортно из-за того, что скользко. Но я как-нибудь постараюсь. Здесь совершенно невысоко и легко можно и подняться. И опуститься при двух условиях. Если не скользко, если дождь не прошел. И если здорово полностью. У меня вот все-таки моя конечность меня немного подводит сейчас. Но я уже практически спустился. Внизу, как я и предполагал, ручеек. Совсем почти пересохший. Нынешнее жаркое лето. В то место, куда я собираюсь стать палаткой. Чуть-чуть больше воды там. Сейчас я, в общем-то, иду по руслу этой речечки небольшой. Воды почти нет, поэтому вполне это все дело проходимо. Без проблем. Да и летом тоже только что по воде. Но по воде даже, наверное, не так жарко идти. Вот уже и море. Ну вот, я спустился к морю. Здесь народу достаточно много отдыхает. Оказывается, место популярное и дни сезона. Здесь тоже у людей организован лагерь. Вот сейчас сушат вещи после вчерашних дождей. А там они стали под горкой. Конечно, там будет мочить. Пляж здесь крупногаличный. И есть надпись, что место опасное для купания. Но это никого, конечно же, не останавливает. И очень красивая скала, слоистая такая. Очень интересная структура. Вот можно посмотреть, с каких слоев интересных образована эта скала. Множество-множество слоев. И все это вздыблено, поставлено на попагистом, можно выразиться, силами земли. Здесь же еще одно небольшое ущелье. Видимо, тоже есть ручеек летом. Ну вот, люди стоят здесь уже полтора месяца. Собираются заканчивать свою жизнь. И уже на зимние квартиры отправляться. Ну, а я, может быть, все-таки сегодня перейду к морю, в палаточный лагерь. Но сейчас еще поснимаю скалу. Здесь достаточно большой протяженный пляж. Массового здесь отдыхающего нет. Здесь люди приезжают специально, чтобы, наоборот, народу было поменьше, чтобы полюбоваться вот на эту красоту. Вот, кстати, и водичка есть. Можно набрать, если что, для лагеря. Место очень живописное. Тут прибрежные волны через камни прилетают. Рифы небольшие здесь. Каменные, скальные выходы. С этой стороны тоже такие же слоистые скалы. Вот девушка приехала в Санкт-Петербург и говорит, что здесь лучше. Да, здесь так круто. Здесь так красиво. Такое море. Так тепло. Очень тепло. Очень тепло. Между прочим, октябрь месяц. Да, третье число. Между прочим, завтра день рождения. Поэтому вообще. Вы остаетесь здесь на день рождения? Конечно. Правильно, так и нужно делать, я думаю. С днем рождения ваш. Спасибо. Сторм выкинул на деревьях вот такие вот разноцветные водоросли. Очень красиво. Камушки здесь красивые, полосатые всякие. Можно поискать ракушек. Ракушки тоже попадаются. Место классное. Но я все-таки, наверное, останавливаюсь вместе в другом. По ряду причин. Ближесть к городу. Ближесть к воде. И так далее. Ну что, пойду в обратный путь. Хотя уходить, на самом деле, не хочется. Здесь очень умиротворяющая атмосфера. Несмотря на то, что народу достаточно много, все равно хорошо. Ну а я пойду куда, где народу вообще почти нет. Тоже ведет репортаж, наверное, девушка. Тоже ведет репортаж. Ну что ж, на этом репортаж об этом замечательном месте у вас, коллеги Селева, я буду заканчивать. И нужно собирать вещи и перемещаться с палаткой на берег моря. Но не в это место, а немного в другое. И оттуда будут другие репортажи. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите добрые комментарии, спрашивайте, задавайте вопросы. Я всегда на связи. Роман Посторонний был с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова